Обычно мы используем пилинг для кожи лица. Пилинг должен быть не только на коже лица, но и пилинг также используется для кожи головы. Потому что в зависимости от того, какое у вас качество кожи головы, во многом зависит от того, какие у вас будут волосы. У меня кожа головы жирная. Ну то есть вот я помыла, да, и на второй день вот такое вот безобразие на голове уже творится. Вот этот пилинг помогает мне почувствовать легкость на коже головы, и от него даже уходит зуд, уходит шелушение. Волосы стали лучше расти, я думаю, тоже в том числе, благодаря тому, что я стала его использовать. Ну а сейчас более подробно я расскажу, что же это такое и как им пользоваться. Этот пилинг содержит только натуральные АХ-кислоты, такие как из черники, сахарного тростника, апельсина, лимона, сахарного клёна. Кроме того, он содержит молочную и янтарную кислоту и бетаин, которые так необходимы для наших волос и кожи головы. Мы наносим этот пилинг несколько раз в неделю по проборам на кожу головы. Аккуратненьким тонким слоем и после этого хорошенечко массируем и так по всей коже головы. Что в итоге происходит? Мы убираем излишки кожного сала со своей кожи головы. Улучшается как результат клеточное питание, укрепляется луковица, ну и конечно же стимулируется в том числе рост волос. Вот таким вот образом мы наносим пилинг на кожу головы. Вот, кстати, смотрите, я вам покажу. Вот он, видите, он не жидкий, он тянется и получается вот такая вот, как вот. Он как гель, то есть он абсолютно не течет, то есть нигде ничего не подтекает, очень хорошо держится. И вот таким вот образом мы его нанесли на корни волос по проборам и оставляем буквально на 15-20 минут и после этого смываем голову.